Ямал принимает закон, идею которого собираются донести до каждого чума. Впервые в истории оленеводы-частники получают официальный статус. Это уравнивает их в правах сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами и гарантирует господдержку. Шаг беспрецедентный, но необходимый. Безусловно, это очень важный и долгожданный закон, потому что в первую очередь оленевод-частник, он выходит на другой совершенно уровень, он может получать гарантии социальные, государственные. Для тундровика олень в буквальном смысле слова «жизнь». Это дом, еда, одежда, обувь, средства передвижения. Из 700 тысяч оленей, выпасаемых на Ямале, половина принадлежит частнику. В борьбе за пастбище случаются родовые споры и конфликты, которые по-человечески понятны. Если не изменить ситуацию в корне, уже через несколько лет Ямал может потерять неофициальный статус Центра мирового оленеводства. Естественно, все понимают нынешнюю ситуацию с нехваткой оленей в пастбищ, с перевыпасом оленей, с тем, чтобы реализовать свою продукцию оленеводства, оленевод должен в том числе и соответствовать всем требованиям, установленным законодательством. В законопроекте много новаций. Помимо прав у оленевода появляются обязанности. Власти планируют не просто посчитать и чипировать всех оленей, но и создать географическую и временную карту Каслани, которая увяжет интересы оленеводов и недропользователей. На службу оленеводству поставят космос. Так будут следить за миграцией стат. Помочь перевести отрасль на новые инновационные рельсы должен оленевод. Это такая может быть долгосрочная программа развития оленеводства. Это очень важная отрасль и для оленеводов, но поверьте, эта отрасль важна для всех ямальцев, потому что очень важно, чтобы развивалось оленеводство. Это наш бренд, но и в конечном итоге, чтобы ямальцы все наши пользовались продукцией очень экологически чистой. В отсутствие федеральных законов и ямальский реальный шаг по поддержке оленеводства. В течение последних пяти лет под сукно Государственной Думы ложились многие арктические законы. Сейчас нулевые чтения проходит федеральный законопроект по поддержке кочевника. Но чем окончится очередная попытка депутатов, неизвестно. К сожалению, вот я вот вижу, работают с нашими коллегами в Государственной Думе. Основная большая масса депутатов, даже депутат, они совершенно не имеют представления, что такое Север и Арктика. В течение нескольких лет на поддержку отрасли Ямал собирается направить 160 миллионов рублей. Построить корали, нанести на карту все маршруты Каслания, прочипировать оленей, заняться изгородным оленеводством и, наконец, научиться перерабатывать даже последний оленей вздох. Трудно, дорого, но игра стоит свеч. На кону бренд Ямала.